Здравствуйте, меня зовут Ирина Далматова, я врач и психолог из Волгограда. Я проходила обучение у Андрея Владимировича и проходила личную терапию в объёме одного сеанса. По своей очень тревожащей меня проблеме был прямой эфир, если кому интересно, посмотрите. И в первую очередь я хочу дать отзыв о терапии, о полученном эффекте. Но прежде всего хочу сказать, что сейчас я более-менее спокойно говорю про эту проблему, но это была для меня страшная проблема, которая сделала мою жизнь практически адом. Дело в том, что я срывалась на своего ребёнка, у меня были приступы агрессии, причём неконтролируемой агрессии, и я говорила ужасные вещи, которые я точно знаю, что нельзя говорить, я это знала, и никогда не думала, что я в здравом уме буду всё это делать. Но на самом деле, наверное, ум всё-таки был нездравый, потому что просто вот это вот было вот замстило, и всё. И это захватывало меня целиком и полностью. Я ничего не могла с этим сделать в моменте, только после. И каждый раз после это были мои слёзы, я плакала, я просила прощения у ребёнка. Каждый раз я давала себе обещание, что этого больше не повторится, что это был последний раз, но каждый раз всё повторялось. И это было уже ужасно и невыносимо. В какой-то момент, когда я уже боялась, что я взорвусь от этого чувства наедине с собой, я стала потихоньку делиться своей проблемой со своими близкими подругами. И к моему, ну, с одной стороны, это было как-то немножко для меня успокоение, с другой стороны, это было удивлением и ещё большим ужасом, что ли, от того, что такая проблема есть не только у меня, а очень-очень у многих людей. И большинство людей, большинство женщин, мамочек считают, что это, ну, какая-то нормальная ситуация и какая-то неизбежная ситуация. Но я с этим не хотела бороться и, вернее, не хотела мириться. И хотела сделать всё, чтобы это закончить, такое состояние. Ну и вот тут получилось, что совершенно случайно я наткнулась на Андрея Владимировича, очень долго присматривалась к нему, очень долго смотрела всё, что есть, смотрела эти фантастические отзывы. И в какой-то момент я решила, ну, будь что будет, если не это, то что. Вот. И таким образом я поехала на учёбу и с твёрдым намерением взять как минимум один сеанс точно для решения своей проблемы. Сеанс состоялся буквально на третий день нашей учёбы. Он длился 50 минут. Честно говоря, я не очень хорошо помню, что происходило, но точно происходило совсем не то, что я ожидала. Потому что я своей головой думала, что, ну, наверное, это какие-то проекции чувства к маме, которые я не могла выразить к маме, но и которые по полной я отразила на ребёнке. Вышло всё вообще не то, вообще не сильно понимаю, что получилось. Но вот буквально сегодня перед записью этого отзыва я думала, ну, как, как? И мне пришло в голову, что то, что случилось со мной, можно назвать исцелением любовью. Вот как-то так, что-то такое произошло, что-то сделал Андрей Владимирович со мной, что-то я сделала сама, и получилась любовь, любовь такая необыкновенная, прекрасная. Вот могу так сказать. И сейчас, на самом деле, прошло уже полтора месяца после этого сеанса. И я честно признаюсь, я выжидала так долго времени, потому что, ну, для чистоты эксперимента мне казалось, ну, может быть, разлука, ну, может быть, там ещё что-то, может быть, она изменилась, может быть, ещё как-то. Но точно за это время не было ни разу срыва. Да, я сержусь. Я не могу сказать, что я стала святая и совсем никак не реагировать, но эмоции меня не захватывают. То есть тут уже я точно могу выбирать, как реагировать, что сказать или что не сказать. Это уже точно идёт мой осознанный выбор. И это вообще ни с чем не сравнимо. То есть если раньше это был, я повторюсь, ад, то сейчас это, ну, какое-то счастье, это наслаждение, это родительство, настоящее родительство, я могу сказать. Это вот настоящее счастье от материнства. И я могу сказать, какая-то огромная разница, когда накатывает, держишь себя в руках, как бы не сорваться, чтобы не сделать, или когда это не накатывает, когда просто есть понимание, что происходит какая-то ситуация, да, она мне может не нравиться, там, ещё что-то, ещё что-то, но меня эти эмоции не захватывают. То есть я могу жить своей жизнью. Я могу выбирать, и я выбираю, что делать, что сказать, как поступить. Для меня это самое важное. Поэтому я благодарю Бога. И огромная-преогромная благодарность Андрею Владимировичу. Низкий поклон и невероятная благодарность. И напоследок я хочу сказать, если такая проблема у вас есть, это ненормально. Если она есть, её надо решать. Так что это точно работает, это точно можно решить. И всем желаю счастья, здоровья и решения ваших проблем. Да, и опять забыла сказать, во время обучения один день был посвящён глубокому гипнозу, состоянию издейла. И прорабатывалось... Ну, каждый прорабатывал какую-то свою проблему, а я прорабатывала зависть. Тоже одна из своих проблем. И тоже, хотя мне казалось, что вроде бы я и не была так вот глубоко, как должно быть. Я даже отказалась от того, чтобы мне делали тесты на этот глубокий гипноз. Потому что мне казалось, если мне начнут делать тесты, я точно выйду из гипноза. Но когда дошли до вот этого момента, что изогнать из себя то состояние, которое мешает, я его изгнала. И вот сейчас, слава богу, вот уже полтора месяца мне неведомо это неприятное чувство зависти. И от этого гораздо легче жить. Так что всем желаю гармонии, счастья, и всего доброго.